6 февраля в зале администрации района прошло важное рабочее совещание, на котором присутствовали министр труда и социального развития Республики Адыгея Джамбич Мирза, руководители подведомственных организаций, расположенных на территории Кашхабльского района. В работе совещания приняли участие глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Главной темой встречи стало подведение итогов деятельности социальных учреждений за 2023 год. С докладом о результатах работы за минувший год выступил директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов. Население Кашхабльского района составляет 30 153 человека. Из них граждане пенсионного возраста 7 348 человек и несовершеннолетних детей 5 216 детей. Из них дети-инвалиды 88 человек. Неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и несовершеннолетние являются основными получательными социальных услуг в Кашхабльском комплексном центре социального обслуживания населения. Из них в 2023 году нами было обслужено 874 граждан пожилого возраста и инвалидов и 144 детей. На сегодняшний день в учреждении работает 156 человек. Средний возраст сотрудников 50 лет. В структуру учреждения входят филиалы и отделения. 6 отделений социального обслуживания на дому по всему району. Организационно-методическое и консультативное отделение. Отделение семьи, материнства и детства. Филиал Натырбовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Филиал Натырбовский специализированный жилой дом социального назначения. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. И служба помощников по уходу. Государственное задание. В 2023 году по обслуживанию на дому было утверждено 890 человек. По факту обслужено 1018 человек. По стационарному обслуживанию было запланировано 35 человек. Обслужено по факту 50 человек. В 2023 году в шести отделениях социального обслуживания на дому социальными работниками в количестве 82 человек было обслужено 874 граждан пожилого возраста и инвалидов. 9 вдов, ветеранов Великой Отечественной войны, 216 инвалидов разных групп. Всего было представлено почти 200 тысяч социальных услуг. В 2023 году было обслужовано 144 несовершеннолетних детей. В конце 2023 года на учете стояло 31 семья, находящихся в социально опасном положении. В течение года специалисты отделения совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провели 56 межведомственных рейдов. Хотел бы указать на уровень нашей работы с другими ведомствами нашего района. Это в первую очередь управление образованием. Это совместные акции в действии праздников на районном уровне. В школах Кашкабского района было проведено 49 занятий с несовершеннолетними в школах. 31 раз принимали участие в родительских собраниях. Это также совместная акция с управлением культуры. Организация концертов, предоставление сцен, костюмов мы постоянно взаимодействуем. Хочу подчеркнуть работу Дома культуры в селе Натырбово. Их коллектив постоянно радует наших подопечных в филиалах в селе Натырбово. В рамках акции «Собери ребенка в школу» специалистами были розданы 50 наборов школьных принадлежностей и 40 подарков к новому году детям, находящихся в профилактическом учете. В 2023 году в летние лагеря были направлены 138 детей. Это была последняя наша работа по организации отправки детей в летние оздоровительные лагеря. С этого года эти полномочия переданы в управление образованием. В 2023 году было осуществлено 30 выездов мобильной бригады. Было оказано почти 300 услуг для граждан разных категорий. Основной акцент в работе бригады – это охват граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Оказаны услуги специалистов по социальной работе, психолога, юриста, подсобного рабочего. Работает служба социальная такси. Услуги пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Согласно положению об организации деятельности мобильной бригады по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, медицинской организации мобильной бригады было доставлено 546 детей в 2023 году. Отделением социальной помощи на дому реализуются социальные проекты. Санаторий на дому, жизнь, где все на равных, мини-клубы на дому. Вместе мы сможем больше в движении жизни. Все эти проекты направлены на их дневную занятость граждан пожилого возраста и инвалидов в форме культурно-досыговых, спортивно-оздоровительных и информационно-просветительных мероприятий. В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов реализуется проект «Томская академия активного долговедия», предусматривающий проведение для граждан старше 55 лет образовательных физкультурно-оздоровителей культурно-досыговых мероприятий, и позволяющий сформировать в нашем регионе такую же модель по укреплению здоровья в продвижении ценностей активного долговедия среди старшей возрастной группы населения. В отделении семьи, материнства и детства реализуется социальный проект «Добрая няня», направленный на организацию на дому кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами. В филиале Натрыбовский дом-интернат для присорелых и инвалидов реализуется проект «Передышка». Это помощь семьям, имеющихся родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Программа «Отзывчивое сердце» – это привлечение людей старшего возраста, проживающих в доме-интернате, через общение к помощи и адаптации вновь прибывших. В филиале Натрыбовский специализированный жилой дом реализуется социальный проект «Радость жизни», направленный на создание дополнительных условий, улучшение качества жизни, активного отдыха и посильного физического труда граждан пожилого возраста, получателей услуг. Во всех структурных подразделениях для организации доступа подопечных работают клубы по интересам для граждан пожилого возраста, которые ведут активную деятельность до общения с единомышленниками, на волнующие темы для поднятия населения. В 2023 году было проведено 83 мероприятия, вовлечено 275 человек, что на 6% больше, чем в 2022 году. Огромное внимание уделяется развитию волонтерского движения. Всего учреждения привлечено к совместной работе 146 добровольцев. Далее свой отчетный доклад представил директор филиала номер 4 по Кашхабльскому району Центр труда социальной защиты населения Рамазана Гержаноков. Основные задачи для 2023 года в России – обеспечение прав в равном мире социальной поддержки, повышение эффективности мер социальной поддержки, повышение качества и доступности к доставлению социальных услуг, обеспечение национальной открытости в системе социальной защиты населения. Специалисты филиала ежедневно-великие образы консультировали на общественные социальные поддержки, производили недозначение и выплату социальных пособий. В 2023 году 472 было обеспечено правдам окажем государства социальных помощи средств республиканского бюджета Республика Адерейна в общую сумму 2 миллиона 408,7 тысяч рублей. Действительно, лови до первой группы, страдающей хронической почты недостаточностью, получающим идеальное заречение, выплачено на проезд 435,2 тысячи рублей. 51 семья получила субсидии на оплату жилищно-коммунарных услуг на общую сумму 3,376,9 тысяч рублей. 128 пенсионеров получили компенсацию специалистов в СИЛАП по оплате жилищно-коммунарных услуг на общую сумму 3,204,60 тысяч рублей. 16 граждан, освободившие из местных решений свободы, получили недовернение на оплату жилищно-коммунарных услуг на общую сумму 8,6 тысяч рублей. 648 человек получили справки, подтверждающие статус малобеспеченной семьи. 29 детей получили направление для получения протеально-аркопедической обуви. За 2023 год 5,777 человек являлись получателями от этих различных видов социальных обуви. В 2023 году в соответствии с поздравлением Кабинета Министра Республики Адвири от 8 апреля 2022 года за номер 7,7 36 семей получили единовременную выплату на древосификацию домовладения в размере 100 тысяч рублей на общую сумму 3,600,000 рублей. В связи с изменением внесения 10 марта 2023 года в поздравлении Кабинета Министра Республики Адвири от 8 апреля 2022 года за номер 77 на расчет и счетов распределительной организации юрисовичной суммы в размере 1,016,6 тысяч рублей на древосификацию домовладения 20,8 семей. В 2023 году в соответствии с поздравлением Кабинета Министра Республики Адвири от 1 марта 2023 года за номером 40 9,7 предоставленные субсидии на расчет и счетов распределительной организации домовладения на общую сумму 860,1 тысяч рублей. В 2023 году в соответствии с поздравлением Кабинета Министра Республики Адвири от 13,09,23 за номером 206,8 семей получили предновременную выплату на оплату работ, произведенных не позднее 13 марта 2023 года, кода воскликации домовладения в размере 100 тысяч рублей на общую сумму 800 тысяч рублей. В 2023 году приняты 20 заявлений на группу под соответствии с приказом Министерства труда и социально-развития Республики Адвири от 23,09,23 за номером 79 о порядке осуществления единовременной выплаты. Из них 4 из 7 погибших военнослужащих в размере 4 миллиона рублей, 16 ранних военнослужащих в сумме 8 миллионов рублей. В 2023 году 52 ребенка моборизованы в правду в соответствии с поздравлением Кабинета Министра Республики Адвири от 25,09,22 года за номером 310 получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка на общую сумму 1 миллион 40 тысяч рублей. За 2023 год 75 малобеспечных семей получили государственную социальную помощь на основании социального контракта на общую сумму 13 миллионов 682,7 тысяч рублей. Выплаты на детей выплачены всего за 2023 год 82 миллиона 245,5 тысяч рублей. За 2023 год выдано 162 удостоверения многобедности. Меры социальной поддержки отдельной категории каждого. За 2023 год 1121 грн. год было предназначено и выплатили единовременные деньги и выплаты на общую сумму 19 миллионов 786,5 тысяч рублей. Для 2023 года 1155 федеральным грн. годом назначена компенсация на оплату жилища по монару на общую сумму 7 миллионов 631,6 тысяч рублей. Руководитель филиала МФЦ Ваулика-Шхабль Хазрет Хатков также подвел итоги деятельности подведомственного его учреждения. В 2023 год на филиал обратилось 20 567 человек, в котором оказано 26 667 услуг. За прошлый год данный показатель составил 23 699 обращений и 31 576 услуг, что уменьшено 15,54%. 23 781 услуга, из которых составляют федеральные услуги, что составляет 89-18% от общего числа оказанных услуг. 23 755 услуг региональные, что составило 10 из 33 сотых процентов общего числа оказанных услуг. 131 муниципальная услуга, это 0,49% от общего числа. Среднее время ожидания для получения услуги в филиале составило 2 минуты, среднее время ожидания для получения муниципальных услуг – 1 минута. По состоянию на 1 января 2024 года в филиале номер 7 по улице Шхабль оказываются 123 услуги, с них 80 услуг федеральных органов, исполнительная власть, 35 услуг региональные, 12 услуг муниципальных образований. С услугами труда в 2020 году составили 2 694 услуги, это 10 и 10% от общего числа оказанных услуг. После своей отчеты представили начальники отделов Министерства труда. Были обсуждены результаты выполнения поручений главы региона, такие как поддержка участников СВО и их семей, решение вопросов газификации домовладений и проведения мероприятий в рамках года семьи. Отдельное внимание было уделено задачам на предстоящий год и плану работы учреждений и ведомства для достижения национальных целей развития. Министр труда и социального развития Адыгеи Джамбич Мирза подчеркнул важность качественного предоставления социального обслуживания на дому и контроля за целевым использованием гражданами средств, предоставленных в рамках социального контракта. Он также отметил необходимость реализации национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пенсионеров. В ходе совещания были обсуждены вопросы повышения доступности государственных и муниципальных услуг и удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых многофункциональным центром. В конце совещания министр поблагодарил представителей ведомств за сотрудничество, способствующее повышению качества социальных услуг и жизни жителей района. В свою очередь, глава района Заур Хамирзов также выразил благодарность социальным работникам за их нелегкий труд. Сотрудники социального службы не только добрые и отзывчивые, они очень исполнительные. Поэтому я хотел поблагодарить весь ваш коллектив, министерство труда ваших лиц.